Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я расскажу как установить программы для автосканера DELPHI DS150E. Для этого автосканера понадобятся две программы автоком и DELPHI. Мы сейчас установим и проверим как они работают. Я буду устанавливать эти программы на ноутбук с операционной системой Windows 7 64 разряда. В интернете легко найти версию 3 2017 года, автоком кармс, автоком тракс, DELPHI CARS и DELPHI TRACKS, а также есть Kagen с файлом Redmi. В первую очередь необходимо создать на диске C в программе Program Files 86 папку надписью DELPHI. Затем в эту папку копируем все файлы с этого архива, который был распакован ранее. Копируем все кроме Kagen. Размер файла не маленький, около 5 гигабайт, поэтому придется долго его качать. После этого отключаем антивирус, чтобы он не уничтожал эти лишние файлы. После этого начнем устанавливать эти программы. Начнем с автоком кармс. Открываем папку. Теперь открываем файл Mine. Запустить. Начинается загрузка. Появляется активация. Включаем продолжение. Здесь видно, что серия 100.251. Версия продукта. Нажимаем старт. Здесь необходимо нажать да. И в корневом каталоге C сохраняем файл ключа. Файл активатим. Можно назвать его 1, для того чтобы не перепутать с остальными программами. Окей, теперь заходим в Kagen, который мы скачивали. В этом активаторе необходимо выбрать автоком карс. Выбираем тот файл, который мы сохранили на диске C. Файл активации. И после этого появляется зеленое окно, что этот файл активирован. Теперь можно опустить вниз это приложение и приступить к установке дальше. Автоком карс. Открываем опять приложение установки Майн. Продолжить. Старт. И здесь выбираем нет. Нужно выбрать тот файл, который мы до этого создали. И после этого начинается установка приложения автоком карс. Ждем его окончания. Вот появилось меню программы. Галлийский язык необходимо выбрать русский. Программа просит перезагрузку. Перезагружаем ее. И программа загружается уже на русском языке. Эта программа установлена. Проступим дальнейшим установкой. Для удобства я переименую файл Майн в файл названия программы автоком карс. И помещу на рабочий стол. Теперь проверим работу ярлыка. Вот эта программа. Видно, что ярлык работает. Таким же способом установим вторую программу, которая называется автоком трак для грузовых автомобилей. Нажимаем Майн. Запускаем и пользуемся все тем же активационным ключом, как и первая программа. Нажимаем стрелочку, продолжить, старт. Также даем кнопку нет и открываем файл активации. Основка автоком трак пошла дальше. Вот появилась программа на английском языке. Также нажимаем кнопку сеттинг, язык. Выбираем русский язык, который нам удобный. Теперь программа появляется на русском языке. Также переименовываем ярлык под автоком тракс. И отправляем на рабочий стол. Проверяем работу ярлыка. Все работает. Для установки программ Delphi необходимо создать второй активационный ключ, поэтому будьте внимательны. Открываем Delphi Cars. Нажимаем тоже программу Майн. Появляется окно установки. Появилось окно активации. Продолжаем. Нажимаем старт. Создаем новый файл. С цифрой 2. Выходим с программы установки. Теперь опять нажимаем Kagen. Выбираем второй файл, который мы создали. И активируем уже под Delphi Cars. Ввод файл активирован. Теперь можно установить вторую программу Delphi Cars. Убираем второй файл. Пошла установка программы Delphi Cars. Вот запускается программа. Также выставим русский язык. Программа работает без проблем. И последняя программа это Delphi Track. Делаем все так же как в прошлом. Нажимаем дальше стрелочку. Старт. Нет. Выбираем. Активация он 2. Продолжаем работу. И запускается программа. Убираем русский язык. Все работает. Вот теперь на рабочем столе появились ярлыки. которые можно вынести отдельно и пользоваться программой. Теперь подключим автосканер и установим для него драйверы. Подключение здесь USB. Появляется установка. Драйвер не находится, поэтому будем брать их из папки. Нажимаем свойства компьютера, диспетчер устройств. Находим это устройство, обновить драйверы и выбираем на этом компьютере. Теперь находим папку, куда мы скачали драйверы. И устанавливаем. Драйвер установлен. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как установить программное обеспечение для автосканера фирмы LELPHY. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...